Я покупалась в бассейне. Конечно, в море лучше. Вода здесь теплее, чем на улице. Наверное, градусов 29, скорее всего. А на улице сейчас где-то градусов 24 максимум. Видите, солнце нет. Пасмурно так, но очень тепло. Дождиком не пахнет. На море какая-то волна. Я вот посидела здесь в джакузи. И поплавала вот тут. Сейчас лежу, пытаюсь загорать. Но говорят, загар идет в плохую погоду. Все равно, в смысле без солнца. Но тепло, хорошо. Ходить не хочется. Конечно, буду в бассейн ходить только когда на море не очень хорошо. Когда сейчас волна пошла, немножко грязновато стало. И не знаю, в общем, пока буду плавать в теплой водичке. Но завтра тоже пойду на море. Думаю, что там успокоится все. У меня сегодня котлетки. Вареники с вишней, блинчики, запеканка, всякие соусы, котлетка, макароны, овощи жареные, творог, огурцы, помидоры, свекла, сыр, колбаска, салатик, яйцо. Здесь каша овсяная, геркулесовая, пшеная, ну и масло. Сегодня 20 июня. Сижу под тентами. Потому что в 9 утра уже первый день как припекает так, что боюсь погореть. Море вот немножко с волной. Купалась, поплавала. Решила с подушечкой на волнах покататься. Вот с подушкой лучше. Потому что волна такая, что постоянно надо быть внимательным. А то с головой накроет. И народ, конечно, прибавляется. Делают дорогу. В общем, все в работе. Вот машины ездят наверху. Там асфальт укладывают. Будет новая дорожка. Уже половину, кстати, уложили. Народу прибавляется. Сегодня нам сказали, что наполняемость нашего санатория из 850 человек 360 занята. В общем, свободных мест много. Поэтому приезжайте. Погода хорошая. Вообще, первые два дня у нас было солнце за тучками. А сейчас, в общем-то, будет жаркий день. Лежаков много. Я сегодня ходила на зарядку физкультурную в 8 утра. На дыхательную. Такое, в общем, на корте. Мы там делали гимнастику, дышали. Ну, в общем-то, нормально. 20 минут, и ты бодр. Не могу никак выспаться. Просыпаюсь в полшестого. Больше спать не хочется. В общем, как дома вставала, так и сейчас. Ну, ладно. Будем отдыхать дальше. Сегодня у меня первый массаж в 11. Придется рано уходить. В общем, ну, может быть, оно и к лучшему, потому что очень жарко. Вот спасатель идет. Так что сегодня день будет очень жаркий. Записалась на экскурсию на воскресенье. Вот, думаю, куда бы еще съездить. Экскурсия будет на Лавандовые поля. И там что-то еще. Называется Прованс. Вот, буду вам все показывать. Подробно поедем на автобусе. После обеда выезд. В общем, экскурсия стоит 1700 рублей. Если у вас нет льгот. У меня нет. В общем, вот. Дадут нам суппайок. Место ужина. Ужин мы пропустим. Здесь все это организовано. Если вы пропускаете обед, ужин или что-то еще. В общем, вам возмещают суппайком. Вот, посмотрим, что нам там выдадут. Наверное, будет газировка там. Ну, посмотрим. Вам покажу, что за суппайок. Если получится, конечно. Возможно, не получится. Ну, бог с ним. Так что вот, пока настроение хорошее. Немножко тут, конечно, случилось небольших неприятностей. Ну, одна, то есть. Вот. Но это касается здоровья. В общем, придется мне дома. После приезда, в общем, немножко сходить в поликлинику. Но неважно. Все равно это на отдых никак не влияет. В общем, здорово пока. Вот. Так что все хорошо. Ну, поход будет к стоматологу. Не подумайте ничего плохого. Вот. А так жду. Кстати, самое главное. Я вчера или уже позавчера, не помню. Ко мне подошли две женщины. Одна спросила, вас Елена зовут? Я говорю, да. В общем, оказалась моя подписчица с мамой. Со своей. Примерно моего возраста. Она чуть помладше. В общем, мы с ней подружились. Она писала мне в прошлом году. Тоже здесь в санатории Алушта отдыхала. После моих репортажей. И в этом году, видите, мы с ней снова встретились на этом же месте. Вот. Мы теперь втроем ходим и гулять. И все. В общем, очень мне повезло. Знаете, второй раз Крым исполняет мое желание. Я вообще обалдела. Когда-то тоже в Крыму загадала желание. У меня оно исполнилось. И в первый день, когда я тут отдыхать приехала, я переживала. Думаю, может быть, буду одна. Как-то вот непривычно. Все-таки без подружки. И тут, бац, мое желание исполняется. Это ж надо вот так вот. Вот. Сейчас я тоже их жду. Они там тоже на процедуры ходят. В общем, вот так вот. Теперь у меня есть с кем гулять, с кем дружить. И на экскурсии я иду как раз с ними. В общем, здорово. Поэтому будем загорать, отдыхать дальше. В общем, всем хорошего настроения. Иду на массаж. Не очень хорошее время. 11 утра мне назначили. Не туда, не сюда. Только на море придешь, уже уходить. Ну, сейчас стоит жара. Вот. Иду в медицинский корпус. Уже плавать не очень хорошо, потому что припекает. В бассейне вот люди тоже. Жарятся. Надо будет под зонтик сесть. Вот. Не знаю. В этот раз процедур намного меньше назначили. В прошлом году мы вне сезон были, в конце мая. Сейчас уже сезон. Поэтому раньше у нас было, допустим, 6 процедур за такой же срок. Ну, на один день у нас больше было. А сейчас только по 3 каждого вида. 3 массажа, 3 там, какие-то магниты. В общем, все такое. А еще хочу вот поделать карбокситерапию. Три укола попробую. Тоже мне нужно. Так что вот иду на процедуру. Пришла на карбокситерапию. Вот что написано про нее. Не знаю, видно. Сказываю уколы. Вот. Если кому интересно, остановите. Тут написано 10 сеансов. Ну, да. Ну, не знаю. Я пока 3 сделаю. Там посмотрю. Вот. Сижу одна. Тут все люди видно на море. Тут один вот там в коридоре. Это я в медицинском корпусе нахожусь. Вот книжечка. Была на массаже. В этот раз мне не очень понравилось. Потому что мне делали вместо 10 положенных минут 6. Как-то очень быстро. Сейчас у меня есть немножко времени перед обедом. Уже купаться поздно. Жарко. Я сейчас хочу пройти до первого корпуса. Посмотреть, что изменилось за год. Цветы распустились. Ну, понятно. Сейчас сезон другой. Давайте посмотрим, что у нас тут есть на дорожке. Розочки. Вот какая. Здесь теплица с цветами. прохожу. Давайте. Так. И вот лесенка вверх. Такая большая. Высокая. Давайте зайдем. Я помню, первый корпус очень красивый. Там колонны. Кто вот не видел прошлогодние видео, смотрите. Сейчас буду показывать. Решил тут подышать. И ловы веточки тут, деревья, кипарисы. Вот. Прогуляюсь пока. А то потом некогда будет. Поднимемся. Шишки тут лежат. Сюда бы скамеечек понаставили. Не знаю, почему их убрали. Когда-то, наверное, они были. Или нет. Но вообще следов нет. Наверное, не было. А хотя нет. Вот. От скамеек, наверное, следы тут тоже. Птички поют. Собаки лают. У нас куда-нибудь-то выйдем. Вот люди ходят. Интересно, я выйду туда или нет? Куда хочу? Ой, мне кажется, я не выйду. Вот здесь какая-то тропинка. Давайте пойдем туда. Интересно. А, вот, наверное, вот он. Первый корпус. Точно. Как-то я не туда пошла, видимо. Классно. Люблю ходить и дышать. А, как пахнет. Вот эта вот красота. Пахнет. Шишечки. Вон их сколько. Забралась наверх. Так. Сейчас зайдем в первый корпус. Ну, не внутрь, а так. Около. Такой забор. Говорят, что здесь совсем несколько номеров занято, потому что нам сегодня инструктор, я не помню, говорила я на камеру или нет, сказал, что в санаторий отдыхают 360 человек. Так, на сегодняшний день из 850 мест. То есть пятый корпус, который вот там, чуть дальше на горе, и первый, наверное, мало заселен. Давайте посмотрим. Дверь открыта. Дверь открыта. Нет, окна вот открыты. Но это, правда, ни о чем не говорит, потому что там жарко. Смотрите, какая красота. Первый корпус. Здесь, знаете, это номера без балконов. Лавочки, качели, кустики с ягодками. А это чего? Айва? Нет, это... Как ее? Мушмула? Кажется. Кто помнит, напишите. Мушмула, по-моему, да? Какая-то мелкая только. Нет, кондиционеры не работают. Ну да, окна закрыты. Вот здесь вообще, по-моему, все закрыты окна. Хотя, вообще-то, я тоже закрыла в номере окно, потому что жара, чтобы не шла. Включил кондиционер. О, а дальше там какой-то частный дом уже. Наверное. И забор. Ну, вот вам такой вид, территория. Ой, это что-то зреет. Лыча. Точно. О, сколько. Классно. Зеленая. Она, наверное, будет желтенькая, а не оранжевая, да? О, прям ветки густо. Ягод этих будет. Вот они все усыпаны пока. Никто не съел. Зеленые, не поспели. Вот прям, видите, много-много висит. Вот. Все-таки большие, скоро начнут желтеть. Так. Кто-то там говорит. Вот на втором этаже вижу окно открыто. Чей-то голос. Так. Ну, не знаю. Что тут делать? Пойдемте туда дальше. По этой лестнице. Это вот выход к медкорпусу, я поняла. Еще там есть один выход. Везде качельки. Народу нет. Здесь, смотрите, вот два окна наверху и три окна внизу. Ну, четыре даже. Ну, в общем-то, наверное, люди-то живут. К любому. Здесь цены другие. Не то, что в шестом корпусе. По-моему, здесь подешевле. И прилично было. Подешевле. Ну, если чем больше дней, понятно. Так. Какая-то вот бочка. Так. Вот. Можно идти туда. Ну, я оттуда откуда-то пришла. И вот есть крутая лестница вниз. Так. Буду смотреть под ноги. Тут такая мелкая лестница. Как бы тут не навернуться-то со своей камерой. Так. Здесь что? О, это труба. Я думала, тут какие-то... Ой, здесь скамеечка и мусорка. Так. Люблю по таким местам ходить. Когда-то мы отдыхали в утесе. И я ходила в заброшенный... А может, не в заброшенный. Ну, там тоже был свой санаторий. Сейчас вспомню. Айтадор. Но он не заброшенный был. Там тоже люди жили. Но такая была территория. Не очень ухоженная когда-то. Сейчас-то там уже все навели порядок. И вот тоже там такие лестницы были. Я ходила по лесу. Ну, в общем, кто не смотрел, смотрите. Позапрошлый год. Мои съемки. Было тоже интересно. Мы тогда прошли 8 километров, по-моему, от Алушты. По таким экстремальным местам. Ну, от Утеса до Алушты шли пешком. Карабкались там, не знаю куда. Здесь вот у нас выездная торговля опять сегодня. Видите? Вчера я тут купила интересные штуки. Покажу потом косметические. Я, наверное, сделаю общее видео. Давайте сейчас посмотрю, что тут продают. Ну вот, вышла я опять на эту торпинку. Больше пока нечего снимать. Кто-то вот ухаживает за цветочками. Пойду посмотрю, что тут продают. Что на этом все. Пока. Сегодня харчо. Овощи, котлетка, рыба. Скумбрия. Самое главное сегодня кукуруза. Хит обеда. Кофе, фрукты. Ну, попробовала рыбку. Никак не дождусь жареной рыбы. Людей много. Очень.